Грядущий сезон в NCAA по всем законам баскетбольного мира должен быть абсолютно невероятным. Почему? Ответ на этот вопрос на самом деле прост как никогда. Всем привет, баскетболисты, и сегодня продолжаю тему, возможно, будущих звезд NBA, мы с тобой разберемся с еще одним парнем, который прославился еще будучи совсем ребенком. И знаешь, я на 100% уверен, что его статистика поразит тебя не меньше той, которую демонстрировал нам Джулиан Ньюман. Стало интересно? Тогда погнали смотреть. Так или иначе, в жизни каждого баскетболиста наступает такой момент, когда нужно покупать новые кроссовки взамен убитым старым. Но что делать, если кроссы нужны срочно, а ты вообще не знаешь, какие выбрать? У меня есть ответ на этот вопрос. Канал Сникер Клауд. Обзоры баскетбольных кроссовок с самым детальным и подробным разбором характеристик, материалов, цен и прочих составляющих баскетбольной обуви. Ссылка на канал, само собой, ждет тебя в описании, так что переходи и смотри ультракачественный баскетбольный контент. Итак, друзья, знакомьтесь. Этого парня зовут Джордан МакКейб. И это очередной баскетбольный феномен, выбившийся из просто школьника с беспощадным настроем стать лучшим в баскетболе и мечтой о большом будущем в настоящую звезду штата Вирджиния. Родился Джордан 3 сентября 2000 года в семье, где с баскетболом предсказуемо были знакомы. В данном случае есть даже сходство с историей Ньюмана, так как тренировками молодого Джордана занимался также его отец. Начав делать из сына по-настоящему взрослого игрока с 6 лет, спустя 3 года, а именно столько понадобилось МакКейбу для того, чтобы стать национальной знаменитостью, его прогресс само собой был налицо. Потому что когда ты видишь, как тренируется 9-летний школьник, какие упражнения он выполняет и какая у него техника владения мечом, невольно впадаешь в какой-то дикий детский восторг от увиденного. Ну вот примерно такие же чувства, скорее всего, были у тех, кто в далеком 2009-м впервые увидел способности этого парня на ютубе. После чего слава свалилась на парня как снег на голову, телевизионные передачи, первые страницы спортивных изданий, различные ток-шоу, включая шоу Элен, которое дало ему вообще такой прирост узнаваемости и популярности, что мальчик буквально в одночасье стал знаменитостью. В итоге 9-летний Джордан был мотивирован и заряжен так, что успокоиться походу не может и по сей день, но пока все же давайте остановимся на детстве. В общем, вся эта волна неугасаемого хайпа и звездности привела к тому, что в 2011-м году команда Гарлем Глоб Троттерс задрафтовала парня в свою шоу-тим. Ну как задрафтовала? На тот момент, когда он закончит универ, но пока что он еще до этого не добрался. В общем, он даже по раз выступал вместе с ними на паркете, демонстрируя свои навыки дриблинга и фристайла и в общем-то все. А в 2012-м году он был даже приглашен на All-Star Weekend, где тоже феерил на всю катушку и само собой фоткался со звездами NBA. Но это было не без помощи шоу Элен все той же, но я думаю, что не найдутся те, кто скажет, что это было незаслуженно. Время шло. Мальчик рос и прогрессировал. Вместе с ним также росли его и способности. Я думаю, что подробно останавливаться на младшей школе мы с тобой уже не станем. Ну потому что и так понятно, что в этой песочнице Джордан выделялся и был не на одну голову выше своих одногодок. А вот куда интереснее посмотреть на то, что происходило уже в средней школе. Выступая за команду Каукауна, юный дарование за манеру своей игры и отличное видение площадки практически сразу же получил прозвище второго белого шоколада. И ведь действительно, сходство между Джорданом и Джейсоном налицо. Похожие скрытые передачи, проникающие проходы со скидками, отличная скорость и хороший бросок. Все это раз за разом помогало команде средней школы Каукауна одерживать победы на турнирах. Ну а молодому дарованию приближаться к своей заветной мечте и попутно набивать сумасшедшую статистику. Так, например, к концу своего обучения в школе его средний показатель по забитым остановился на отметке в 26,6 очков за игру. Ну а, пожалуй, самым убийственным тут можно назвать общее количество очков, которые парень настрелял за все время обучения. 2442. Поразительно. Опять же, я лично вообще не представляю, как такое возможно, когда ты школьник. Но самое забавное, что по штату Висконсин он со своими двумя с лишними тысячами очков стал лишь шестым в списке самых результативных школьников за всю историю штата. А первым до сих пор является Энтони Пиппер, который, к сожалению, с таким-то школьным бэкграундом умудрился скрыться в пучине универского баскета, так и вообще не добравшись до NBA. Так что, в принципе, эти очки ничего не дают. Кстати, о университете и будущем. Несмотря на то, что Джордан на протяжении всей школьной карьеры показывал отличный баскетбол, участвовал на различных турнирах и матче Атлетик Юнион, посещал всевозможные спортивные лагери, скауты Энси Даблэй, словно не замечая его плюсов, настаивали лишь на одном – он слишком маленький. Да, антропометрией парень похвастаться особо не мог, особенно когда ему было 15, его рост составлял всего лишь 1,75 м. Но сейчас-то, спустя еще 3 года, Джордан подрос до 6 футов, или же 183 см, с весом около 80 кг, что, на мой взгляд, вообще выглядит вполне нормально. Да и к тому же, для его игровой позиции большего, возможно, уже не требуется. Кстати, немного о игре Макейба сейчас. С того момента, когда он впервые был показан по ТВ и до того, когда он закончил школу, в его игре на самом деле мало что изменилось. Все тоже отличное видение площадки, а как следствие и отличные передачи. Статистика по броскам росла из года в год, в скорости Джордан тоже слабее, на мой взгляд, не стал. Ну и дриблинг, с ним у него вообще было все в порядке с самых детских времен, поэтому этот аспект игры всерьез можно и не брать. Само собой, в Энси Даблэй его ожидает совершенно другой баскетбол, он будет более жесткий, более агрессивный, более зрелый. Но я все же надеюсь, что у парня все получится как надо, тем более, что на лентяя, который после успеха расслабился, он особо не похож. По университетам, в которые мог бы пойти и продолжить карьеру Джордан, были Миссури, Милоки, Гринбэй, Депол и Западная Вирджиния. Выбор же парня выпал на краски Западной Вирджинии. Кстати, еще пару слов и о команде, в которую он попал. В прошлом сезоне от Вирджинии благополучно под 32-м пиком второго раунда в Мэмфис уехал играть главный моторозащитник команды Дживон Картер. Вследствие чего на его позицию в основе, скорее всего, теперь поставят Декстера Майлза в связке с Джеймсом Болденом, который ранее играл со скамейки, заменяя как раз-таки Картера. Ну и теперь к ним еще в качестве помощи добавится и МакКейб. В остальном же на прежних позициях останутся Сагаба Канте, Иса Ахмад и Ламонт Уэст. Так что, в принципе, для Вирджинии не особо что-то изменилось. Ну, за исключением, пожалуй, только того, что смогут ли они теперь показывать хорошую игру без Картера и сможет ли Джордан заиграть так, как требует от него данная позиция. Кстати, чуть не забыл сказать еще и о том, что Джордан МакКейб, как и подобает парню с хорошим воспитанием и имеющейся популярностью, в 2013 году, ну, само собой, конечно, не без помощи родителей, а основал свой собственный фонд помощи под названием Hoops to Help, который предназначен для сбора денег людям, борющимся с раком и другими заболеваниями. Как говорит сам Джордан, его родители просто в нужный момент объяснили ему, что когда ты обладаешь такой популярностью, не стоит просто так растрачивать ее впустую, а нужно попытаться помочь другим людям. Так, в общем-то, и был основан данный фонд. Само же мероприятие по сбору средств напоминает больше детский лагерь, где сам МакКейб, само собой, принимает непосредственное участие в тренировках, обучая детей баскетбольным навыкам. Пиши, что ты думаешь о Джордане МакКейбе в комментариях, сможет ли он, по твоему мнению, взорвать в NCAA и впоследствии стать новым белым шоколадом или Стоктоном в NBA. А также не забудь написать в комментариях, про кого дальше ты хочешь увидеть выпуск. Ну и, как обычно, поделиться этим роликом с друзьями, подписаться на канал и, в общем-то, все. Услышимся с тобой в следующем выпуске. Пока!